В эфире программа «Новин регион» у студии Олена Мелешчанкова. Витаю вас сегодня в выпуске. Чем сдевить на дворье в ближайший час? Про все больше подробно в выпуске. Педаатричное и приемное отделение районной больницы Углуску открылось после реконструкции. До первых маленьких пациентов завитали представники УЛАДы. Министр раховы здоровья Владимир Каранник и старшиня Могилевского облаконкома Леонид Заяц. Змены в детячем отделении отбылись масштабные. Сучастные обсталевания, новые мебли и комфортные палаты. Гости установы отзначают, тут есть все умовы для якосного лечения. Здесь тепло, комфортно. Игровая комната есть, сделали. Педаатричное отделение районной больницы различено на 15 коек. Допомогу оказывают наводним аулятам. Спасибо большое властям за то, что помогли. И потому что больницы нашей Глузской очень приятно. И комнату даже детскую спасибо, что сделали. Это очень большое дело. У такой позитивной обстановки, кажут медики, приемно и працевать. Приятно, весело, дети довольны, мы довольны. Конечно, с радостью ходишь на работу. Все ярко, цветное, красивое. Приятно работать, приятно общаться с коллегами, с детьми. Всем нравится. Как больница развивалась, и у планах на наступный год зарабить ремонт у инших отделениях. Двери заменим, электрику посмотрим, вентиляцию тут, водные, канализацию. Такое расшение керавництва в области приняло подчас наведывания инших отделений у больницы. Я думаю, что завершение ремонта в этом году – это только новый этап реабилитации нашей Глузской центральной районной больницы. Рыхтуются до приема пациентов и в новом корпусе Осиповицкой районной больницы. Операционных у сёня обходное сучасное обсталевание. И оно дозволяя оказывать медитинскую допомогу на высоком узроуне. Экстренная операционная есть навод у приемным отделения. Здесь возведен функциональный современный хирургический корпус, оснащенный самым дорогостоящим, наверное, самым современным медицинским оборудованием, который нам сейчас позволит развиваться дальше и оказывать качественную медицинскую помощь жителям нашего района, да и не только нашего района, я думаю, соседних тоже. Новое обсталевание не только у родильной зали, у палаток для мать и дитя – сучасные бэби-боксы. Здесь регулируется определенная температура, которая должна быть для новорожденного. Здесь же можно измерить его функциональные параметры новорожденного, то есть частоту сердечных сокращений, артериальное давление и таким образом вести динамическое наблюдение за состоянием здоровья новорожденного. Владимир Караник отзначил, что зараз на Могилёшине активно ведется модернизация системы Ахова здоровья. Очень большое внимание в Могилёвском регионе уделяется на переоснащение и модернизацию системы здравоохранения. Очень отрадно, что это находится под пристальным вниманием губернатора области, правительства, главы государства. И я думаю, что остальные регионы они практически тоже закончили все программы переоснащения медицинской службы. И я думаю, что эта тенденция будет вообще по всей стране такая. У планах Могилёвской области на ближайший час переоснащение подразделению кардиохирургичной допомоги. Юлия Нашлыкова, Александр Тарасов, Новины региона. У Могилёвской центральной поликлинице подписали погоднение с немецким боком про супрационництво в пытаниях удосконаления догляду за состарылыми и тяжко хворыми людьми. Это обмен в опытом стажировка медперсоналу и укоронение новых методок. После протокольной частки гости накировались у Салтановский психоневрологичный дом-интернат. У Салтановском доме-интернате постоянно проживают больше за 200 человек. Это хворые люди с разными психоневрологичными диагнозами. У многих из их уже не засталось родных. Им необходимый специальный догляд. Например, у штата дома-интерната есть медсестра, которая занимается диетологией и специалисты ляшебной физкультуры. Здесь очень важно, что здесь большое количество разных групп. Здесь специалисты по разным направлениям. Они работают с людьми. То, что для них действительно важно, у нас этого нет. И это для нас очень хороший опыт. Представники немецкого боку – это директоры подобных установ и домов для состарылых в Германии. Гости отзнашили, что их затекавил в опыт так званой арт-терапии и отделение супроводжения, где людей с диагнозом научают жить в громадстве и себе обслуговывать. Весь наш персонал, в том числе и медицинский персонал, он регулярно проходит курсы повышения квалификации, участвует в различных формах обучения. Но, к сожалению, это мы делаем и имеем возможность это делать не так часто, как нам хотелось бы. И сегодняшний проект, и наши гости – это тот уникальный опыт по обмену опытом, который мы, конечно же, очень бы хотели приобрести. А кроме стажировки Могилевского медперсоналу, немецкий бок планует организовать на базе своих установ практику для лепших выпускников медицинского колледжа. Катярына Градницкая, Миколай Соболев, Новины Региона. Пытание про экономику, цена утворения, инвестиционную деятельность, статистику и анализ можно будет задать в субботу, 16 листопада. В этот день традиционную прямую телефонную линию проведет наместник старшини Аблова Конкама Руслан Страхар. Телефоновать можно с 9 до 12-1 по номеру в Могилеве 50 18 69. Так само подчас телефонной линии можно будет задать пытание, если выказать за уваги по апартпрымальництве, заробку, занятости и гандли. У той же час промые телефонные линии продаются во всех городских и районных выканавших комитетах в области. Например, у Могилевским гарвы Конкаме телефонование примет первый наместник старшини Александр Потемкин по номеру 42 21 02. У Бавруйским же гарвы Конкаме на пытание откажет керавник с правами Людмила Пагуда. Телефон для сувези у Бавруйску 76 21 41. Отдать голос за своего кандидата. У Беларуси на выборах депутата в Палату представников национального схода 7-го скликания проходит до терминового голосования. Нагадаем, оно продолжится до 16-го листопада у Ключна. И на участке проходит те, кто не сможет проголосовать у основный день. 17-го листопада. У лидера национальной команды Беларуси по стрельбе с луку Карины Деминской вельми интенсивный тренировочный график. И она пришла на свой участок до терминова. Все летний сезон для беларуских стрелков с луку отрымался выдатным. Делью Лучница будет разом с командой на учебных сборах в Бресте. Тому и скоростался махчемостью до терминового голосования. Голосовала я за своего коллегу, за спортсмена в прошлом. Он достойно выступал, представлял нашу страну на международных соревнованиях. И я думаю, что он будет продвигать спорт, наш город и поддерживать спортсмена. ЖИХРЫ в области активно используются махчемостью проголосовать до терминова. За первые два дни выборской кампании свой выбор сделали около 12% из леков выборщиков. А это больше за 96 тысяч граждан. Андрей Шуляк, Денис Жавина, Новина региона. Больше за сотню молодых людей, которые в первую очередь принимают дело в голосовании на выборах депутатов Палаты представников, завитали в Могилевском государственном университете имя Аркадия Куляшова. В дни до терминового голосования Белорусский республиканский союз молодых зладят для их акцию. Я прийду. Для этих ребят и девочек выборы депутатов Палаты представников национального схода первые в жизни. Для того, чтобы они полностью себя обернули дорослыми и деоздольными гражданами, специалисты у Галине выборчего права рассказали про выборы и в Богу лепрополитическую систему. Игорь Новикол, будучи гесторик, марить сработать свой особистий унесок у гесторию краины. Высказать свою точку зрения, свою гражданскую позицию. Уверен, что каждый голос влияет на ход кампании, а это значит, что мой голос также повлияет на это. Выборы – это мое сознательное участие в общественной жизни, как моего района, моего города и моей страны в целом. А ясчер организаторы запросили принять удел у викторини и пройти тест-опрос. Я пройду на выборы тому, что... Отказы были разные, але их объединяет активное ставление как до властного життя, так и за життя своей краины. Сергей Пеклин, Дзянис Жавина, Новины региона. Третье сутки пошуковых работ и по кольбе звонникова. У Шкловина Днепры ротовальники на водах шукают мясцовых жихара. И он разом с матью отпочивал каля водоему, а потом пошел до воды и зник. Подробязности у наших корреспондентов. Раз за разом водолаз опускается под воду. Метр за метром ее наглядает дно раки. Третье сутки специалисты товарыства ротования на водах шукают мужчину, який зник. Кажуть, он отпочивал на березе с матью. Тут я напили спиртное, а потом мужчина пошел до воды. На вошта, по словах мати, хотел переплыть Днепр, как трапить на других берегах. Полечил, что так худше добраться до магазина, как купить ящик спиртного. Где он сейчас, непонятно. Потому что милиция ищет у соседей и знакомых, то есть по берегу, а наши ребята ищут в воде. В области только за опошней месяцах вярами воды стали шесть человек. Причины трагедии розные. Олился частей люди гинуть просто звалившиеся у воду. Один из опошних выпадков отбился у Чаусах. Мужчина переходит в водоем по дравляной кладце и звалился у воду. С водой сейчас даже, независимо от того, что купания нет, надо быть осторожным. Особенно при находке у воды и при переходах таких незапланированных. Ну а к руководителям хозяйств всех, на территории которых есть такие участки, есть такие переходы, надо мониторинг провести, то есть проверить состояние этих переходов. До речи, от перехода водоема по оповалених древах и нетривалих дошках, кажутся рятувальники, треба о воголе адмовиться. Наталя Ильинич, Александр Тарасов, Новинир Геона. Областное свято працанников везки «Дожинки-2019» пройдет в Могилеве 15 листопада. Головный пляцок и мероприемство у знагороджения передовиков агропромислового комплекса в стане Палац культуры в области. Традиционно, подчас свято запланована работа тематичных пляцовок, выстава сельско-господарской техники и «Дожиночный кермаш». Программа, которую организаторы свято подрихтовали для жахаровых гостей Могилевшины, разностайны. Перед Палацом культуры в области можно будет увидеть выступления творческих коллективов. Побач разгорнутся тематичные пляцовки и выстава техники. А еще селита на «Дожинках». Кожный район в области поспоборничает в конкурсах за «Лепший каравай» и «Лепший подворок». Кермаш распочнется с 9 годин ранницы. У Могилевским областным остатским музея имя Паула Масленникова иде монтаж незвычайной выставы. У центры выставочной залы монтажуются вежа. Свою вавилонскую духовную вежу складает с картин «Белорусский мостак» Виктор Альшевский. Само понятие вавилонской вежи, я сподяюсь, что усе ведают. Але та вавилонская вежа, яка зараз выбудовывается, гэта вежа духовная. Гэта вежа – центр арт-проекта «Мастака» под назвой «Кропкопрытягнение». Вежа задумывалась давно, але сбирается первым разом в Менавитову Могилеве. Складается она с 52 фрагментов. Гэта познавальная выява артефактов – мастацкие доминанты розных краин и часу. Культурные складники земной цивилизации свечать про духовность людей, які повинны не разбурать, а створать, навод, коли размовляют на розных мовах. Они формуются, они складываются, они сбираются, они выстраивают эту вавилонскую вежу сучасности и переасенсовываясь праз гисторичную свою память, раскрываясь, как бы, тые новые махчимысти, які доступны человеку. Дарыча беларусский фрагмент на гэтэй веже – Мирский замок. Старожитный помник архитектуры, гисторы и культуры беларусского народа. Кожный народ и человек закладаю вежу духовности сваец аглины. Так же сама мастацкую вежу в Могилеве выпадая будавать талакой. Виктору Альшевскому допамагаються гуся бры и коллеги. Я был посвящен в его планы в феврале этого года. Мы совместно посещали в Париже выставку огромную, в которой он участвовал. И его идеи я пытаюсь воплотить в реалии. Нездарма арт-проект Виктор Альшевский назвал «Кропка притягнення» у гонор своей малой родимы – везки у Бялынецким районе. На выставе Альшевского в Мастацком музее будуть проставлены его работы, но все-таки центр – это вежа. Ее вышиня – 4,5 метра. Для нас это очень необычная выставка. Вы видите, что мы строим Вавилонскую пашню. И даже специально для этого мы сняли музей-люстру. Поэтому приглашаем всех в субботу, 16 ноября, в 16.00 посмотреть. Илона Иванова, Денис Жавина, Новины Региона. Пираменная воблачность без опадков. По информации об лгидромет, у таких характер на дворе прогнозуется до конца тыдня. Периферия антициклона будет пановать на Могилевшине. В пятницу ждет порывистый ветер и до плюс 8 градусов в день. По словам синоптиков, в субботу прогнозуется повеличение дзённых температур от плюс 5 до плюс 10 градусов. И слабый ветер. Я шикры хоть оплею неделю. Буде воблачно с прояснениями и туман. Самые актуальные новины в области на сайте ТВР Могилёк Робка Бая. Так само в группах у социальных сетках. На я на этом с вами развитываюсь. Ожидаю вам только доброго настроя. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»